Здравствуйте, дорогие зрители! Эфир телеканала «Абакан-24» продолжает проект «Дома лучше». Мы говорим о людях, которые живут в Абакане и Хакасии, говорим об их жизни, творчестве, задаем личные вопросы. И сегодня разрешите мне представить мою гостью. Это музыкант, народная артистка Республики Хакасия, первая скрипка симфонического оркестра Елена Штарк. Дома лучше. Елена, я знаю, что вы из династии музыкантов, поэтому, наверное, музыка всю жизнь, с самого рождения вас сопровождает. Всегда задаю именно музыкантам такой вопрос. Вот эти любимые мелодии с детства, они у вас какие? Ну, на самом деле, вы правильно сказали, что я родилась в музыкальной семье, и с детства я слышала джазовую музыку, потому что мои родители в этом направлении очень долго работали. Эстрадную, ну, так, слегка. А еще я хочу сказать, что, конечно же, классическая музыка. Мой отец по специальности скрипач, он учился в музыкальной школе нашей и в музыкальном училище у Леопольда Абрамовича по классу скрипки. Вот, ну, когда уже у нас образовался оркестр, он к нам пришел в качестве альтиста. То есть самостоятельно изучил этот инструмент, ну, и решил, как бы, дальше развиваться в этом направлении. Сейчас нам на сцену выходит Валентина Атьянова с композицией «Скажем друг другу да». Можно я скажу, если что? Чем дальше уходят печальные памятные даты о наших близких, тем они дороже нам становятся в воспоминаниях. И я хочу немножечко сказать о муже. Я ему очень благодарна, что он когда-то помог создать нам этот квартет джазовый. Мы с ним вместе воспитали достойных дочерей. Однажды нам Маевский Валера, тоже прекрасный музыкант, спел песню, которая называется «Скажем друг другу да». Она нам очень понравилась, и мы ее исполняли семейным кругом для близких, родных. Никогда не пели ее со сцены. Это не джазовая песня, но она сейчас прозвучит в память о Владимире Алексеевиче. И так скажем друг другу да. Мы ее пели вдвоем всегда, а спою сейчас я одна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да, то есть вот эта вот история такая, как бы, ну, открыла мне дверь более активно. Конечно, я думаю, я бы попала, потому что, ну, потому что я была напитана музыкой, это очень... То есть вас не нужно было мотивировать, она даже... Родители отдают ребенка в музыкальную школу, сами не являются музыкантами, а потом думают, ну, почему же у него ничего не получается, да? Начинают его мотивировать, ему что-то обещать и так далее. А ребенку просто уже не хочется ходить. Может быть, и есть талант, но не получается его развивать. То есть в вашей жизни по-другому? Нет, это не так. И были моменты, конечно, сложные, потому что, представляете, ребенка заставить уже заниматься взрослым делом. То есть играть на скрипке, это очень сложный процесс, в котором нужно постоянно контролировать свои, ну, скажем, механические движения, да, слуховые, то, что ты производишь на своем инструменте. То есть это достаточно сложный процесс. И у меня были периоды в жизни, когда мы в семье смеемся, я говорила родителям, выпишите меня из музыкальной школы. То есть наступал момент, когда я, видимо, уставала трудиться, и, ну, хотелось немножечко как бы сбавить обороты, но, естественно, родители были настойчивы. И вот эта жизнь вокруг Лилии Антоновны, я бы даже сказала, она завораживала всех своим трудом, своей работой. И мне кажется, мы бы все не могли уйти оттуда. То есть мы настолько жили крепкой и дружной семьей в школе. Боющие скрипки сейчас продолжают играть. Мне кажется, они сейчас по-другому называются. Да, но сам же скрипачей жив, конечно. Но это вообще интересный, скажем, проект для детей, потому что это их объединяет, да. Они, как говорится, друг перед другом, наверное, показывают какие-то возможности. Ну, у нас, по крайней мере, было так. Лена, вот вы выросли, вы потом уже стали полноценной коллегой Лилии Антоновны, да, своих педагогов. Как у вас выстраивались с ними взаимоотношения? Было еще такое ощущение, что они к вам ваши наставники немножко с трепетом, или потом уже на равных расправились с крылья? Мне кажется, они старались на равных, потому что понимали, что мне это, наверное, все-таки поможет. Потому что если будет продолжаться история учитель-ученик, то здесь ученик будет все время себя ощущать, наверное, менее активно, я так думаю. И если можно, я скажу еще про своего педагога в музыкальном училище, Кноблах Александр Александрович. Вот он именно так вот тоже выстраивал наши отношения, что мы были с ним уже коллегами на равных. Вот образовался симфонический оркестр, он был первым концертмейстером, а я была его помощником. И я нисколько не ощущала, что в данный момент я у него уже еще ученик, то есть я уже коллега. Лена, какие вы можете назвать качества своего характера, которые позволили вам стать первой скрипкой в оркестре? То есть вы первый человек, ведь это, наверное, нужно очень, не знаю, я согласна, талантливый музыкант, работоспособный, но, наверное, еще какие-то качества для этого нужны? Ну, мне кажется, здесь самое главное быть очень дисциплинированным, собранным, сконцентрированным, потому что весь процесс, который мы, ну, вот на сцене, да, у нас происходит, это касается и репетиций, и, естественно, концертов, я должна быть очень собрана. То есть я должна четко видеть руку дирижера, да, понимать, что он хочет, ну, и вести за собой, естественно, группу. То есть вот это лидерское ощущение, да, что за мной еще много музыкантов, они должны понимать, да, как говорится, через дирижера, вот я, ну, наверное, немножко должна как бы подсказывать, то есть от дирижера я подсказываю остальным музыкантам, как нужно действовать. То есть здесь не важно даже, мужчина ты или женщина? Мне кажется, нет. Нет. Елена, у первой скрипки в оркестре есть и сольные выступления. Расскажите, как вы для них репертуар свой подбираете? И вообще, бывает ли так, что вы хотите, вот, например, какое-то новое произведение сыграть, и его тоже приходится согласовывать с вашим непосредственно дирижером? Да, приходится согласовывать, потому что мы же находимся в определенных репертуарных рамках, вот. Ну, больше, наверное, получается так, что мне предлагают что-либо исполнить, потому что, вот я еще раз повторюсь, что мы находимся в определенном репертуаре. А когда я исполняю свои сольные номера на сцене музыкальной школы либо музыкального колледжа, конечно, там я уже сама могу выбрать определенные произведения, но я ориентируюсь на то, чтобы оно было, естественно, интересным, где-то поучительным, потому что детишки, для которых, в первую очередь, я и исполняю, чтобы учились на моем примере таким образом. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома лучше А было у вас так в семье, знаете, особенно когда в семье подрастают маленькие музыканты, родители на праздниках, на каких-то торжестах говорят, ну сыграй, ну сыграй, я послушаю, и там гости послушают. У вас такое, кстати, было в жизни? И было ли у вашей дочери старшей? Было, но эта просьба была, наверное, больше от моего папы, а потом для внучки от дедушки, ну то есть вот он просил. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А еще у меня же есть младшая сестра Александра Адьянова, вот, она, наверное, больше всех из нас выступала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть она у нас и училась по классу скрипки, по классу фортепиано, и по классу гитары, и у нее более разнообразный репертуар, скажем так. Она такой мономузыкант, да? Поли даже музыкант. Ну, она и класс ударных закончила, но ударных у нас дома не было. Даже я могу сказать, мы выходили куда-то на природу, беря с собой гитару, и она нам немножечко озвучила наш небольшой пикник. Я знаю, что в вашей жизни еще был такой момент, когда вы сопровождали регистрации в нашем Абаканском ЗАГСе. С каким чувством вы это вспоминаете? Потому что я думаю, что вы стали украшением для десятков пар, тысяч, мне кажется, нашего города Хакасии. Спасибо большое за такой комплимент. Я с трепетом вспоминаю этот период своей жизни. Он был, кстати, не такой уж и маленький, я бы даже сказала. Я туда шла как на праздник. На самом деле, ведь это праздник, да, для каждой пары. Это тот самый день, ну, которого ждут они. И, естественно, мне хотелось добавить какой-то нотки положительность, да. А вот на свадьбе звучала скрипка? Нет. Было по-другому, да? Да, было очень скромно и спокойно. Ну, а вам предлагают такие заказы, Елена, сыграя на каком-то вечере? Продолжается такое? Или вы от них отказываетесь? У вас больше другой работа? Я отказываюсь, да, потому что в силу нехватки времени. Потому что я очень мало времени провожу дома. Мне хочется быть уже больше со своими дочками. Елена, а не хотелось уехать из Абакана? Начать карьеру в большом городе? Вы сегодня вспоминали Красноярск, вот эти концерты в зале филармонии? Когда я закончила музыкальное училище, у меня, конечно, было желание уехать, потому что нужно учиться дальше, да, получать образование. Я уезжала с удовольствием, потому что мне хотелось новых ощущений, я хотела больше впитывать информацию, хотела научиться своему ремеслу. Но когда наступил момент окончания вуза, естественно, я только домой. Потому что в тот момент у нас уже образовался оркестр, и я уже понимала, вот это то самое место, куда я бы и хотела вернуться. Что для вас означают слова «дома лучше»? Дома, конечно, лучше, потому что когда мы уезжаем, да, я, вот лично я очень сильно скучаю по своим родным. Первый раз, побывав за границей в 16 лет, я вот даже немножко сегодня утром вспоминала это ощущение, я проснулась утром, это была Германия, город Баден-Баден. Я проснулась утром, я открыла глаза и увидела, что это не мой дом, и мне так стало грустно и печально. Вот я с тех пор почему-то всегда хочу возвращаться. Вы привязаны к дому. Да. Я люблю свой дом, свою семью и люблю очень сильно свой город, наш замечательный коллектив. Ну, мне кажется, без этого жизни нет. Это очень интересно, это очень занимательно, очень классно. Елена, мы решили сделать вам сюрприз, мы знаем, что вы еще мама в декрете, у вас подрастает дочка, этот букет для вас. И я хочу пожелать вам, чтобы у вас, как у первой скрипки, было всегда много букетов, много аплодисментов от зрителей, и чтобы у вас все было хорошо. Спасибо вам огромное. Друзья, это был проект «Дома лучше». Всегда возвращайтесь домой. Продолжение следует...